Друзья, всем привет! Сойду в канал Фабрика Новин, блесково ставьте лайк, подписку. Я Анастасия Федор и сегодня с нами Сергей Жирнов, экс-пиоробитник КДБ, службы зовнішньої розыску Руси. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! Добрый день, вечер или утро всем нашим зрителям, которые по всему миру нас смотрят, поэтому в любое время суток нас смотрят. Да, и спасибо за это большое, поэтому будем самые важные темы обсуждать сегодня и с чего бы я хотела начать, потому что в СМИ сейчас вот на что обратили внимание, что Путин перестал комментировать ход войны и последнюю такую свою оценку он давал еще два месяца назад, это было 15 января. Он сказал тогда, что динамика положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба, и он якобы надеется, что его порадуют еще бойцы российские. И на этом якобы все. На федеральном собрании он говорил о причинах, не сказал ничего, как идет война, все ли хорошо. В Лужниках также он проигнорировал эту тему. Что случилось тогда? Вот вопрос. Да ничего не случилось, ничего не изменилось, он с этого начинал. Единственное, я вам добавлю еще, когда он встречался с так называемыми матерями солдат, погибших, кстати, да, или возможно погибших, он им сказал, что а вообще в чем проблема-то? Ну, гибнут у нас люди, но у нас на дорогах гибнет 30 тысяч человек или 40 тысяч человек в год, у нас убивают 20 тысяч, у нас от пьянства гибнет 40 тысяч, в общем, строго говоря, в России 100 тысяч примерно это вот какие-то такие страшные смерти каждый год. И он говорил, что так лучше отдать эту жизнь за меня, за Путина и за мое бабло, чем просто там от пьянства или наркоты гибнуть на дорогах или там где-то там в подворотнях России. Вот, это единственный раз, когда он упомянул какие-то потери там и вообще саму перспективу потерять жизнь. Вот, а в остальном это было его, был его на Россию с самого начала, он же там 3 месяца, 4 месяца в прошлом году говорил, все идет по плану. Что на самом деле было глупостью, с точки зрения просто обыкновенной человеческой, даже я не говорю про политику, про геополитику, про военное дело и так далее. Потому что человек, который говорит, все идет по плану после Бучи. Человек, который признается, что Буча была в планах российского руководства и что он является военным преступником. Это было признание перед потенциальным судом в Гааге. Вот, и в этом смысле это было просто, я над ним издевался, потому что он просто идиот. Путин идиот. Кто-то вот из значимых таких комментаторов, по-моему, Небзоров написал, делал последнее, одно из последних интервью, где он написал просто, Путин идиот. Я это говорю 20 лет последним. Путин идиот. Он надувает щеки, он изображает из себя руководителя крупного государства. Да, у него ядерный потенциал. Но большинство из вещей, которые он говорит, это просто идиотизм. В 12-м году я напомнил советский анекдот, есть такой армейский анекдот. Подполковник Путин, не делайте умное лицо, вы же советские офицеры. Вот, и вот мы можем вспомнить это дело, потому что если, он опять говорит, если все идет по плану, значит у него по плану было предусмотрено уничтожение мирного города Мариупола. У него по плану была бомбардировка мирных жителей, в том числе, допустим, в Днепро, по уничтожению целой секции жилого дома, где погибло 50 или 60 человек. Это все было по его плану. Конвенция Женевского 49-го года говорит, что если во время войны наносится удар целенаправленный по мирным жителям, это является военным преступлением. Значит, Путин говорит, это было в моем плане. Дальше, мы можем продолжать эту линию. Значит, украинская сторона говорит, что сейчас примерно 159 тысяч российских военных погибло во время этой войны. Значит, это было заложено в план Путина. Если он говорит, все идет по плану. Значит, по плану было отдать противнику, сколько там, 2000 танков, 4000 бронетранспортеров или безумное количество техники, почти 300 самолетов, почти 300 вертолетов. Значит, крейсер Москва потопить было по плану Путина. Ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, если глава государства продолжает говорить такую о Кенею, то он просто идиот. И здесь не надо даже искать. Вот, вы знаете, мне, когда я это говорю, мне какие-то серьезные люди говорят, ну, что ты пережимаешь немножко этого утрирования. А я говорю, а какое утрирование? Если главу государства никто не тянет за язык. А если он сам выползает на свет Божий и, так сказать, к нам начинает вот нести эту о Кенею, то он сам становится идиотом. Лаврова в Индии никто не тянул на язык говорить о Кенею, что мы не ведем эту войну и что то, что мы делаем, это для того, чтобы прекратить войну. После этого раздался смех всего зала. Просто смех, потому что Бокстров устроил, ну, он сидел, поэтому нельзя сказать, что он устроил стендап, да? Он устроил, как говорится, Николай Белковский, sit down up или sit down. То есть, он сидя начал нести, как бы, юморные вещи. И над ним просто все смеялись, потому что это смешно. Когда Небензия выходит на трибуну Организации Обменных Наций, Совет Безопасности Организации Обменных Наций, самой главной площадки мировой, и начинает с умным лицом говорить про боевых комаров, ну, извините меня, ну, что это? Ну, это позорище, так вот, для нормального человека, да? А с точки зрения государственных преступлений. Страна идиотов тогда получается, потому что еще одно заявление, которое я не очень хотела обсуждать, но раз уже есть вот эта череда дурных заявлений, так вот, Пригожин удивил всех, по-моему, намерением баллотироваться в президенты, даже не России, а Украины, на выборах 2024 года. Алексей Данилов уже сказал, что только больной человек мог такое сказать, но вот все же, это только мысли больного человека или есть какой-то подтекст этим словам, или это какое-то обращение больше не для Украины, а, может, на аудиторию зэков своих, для кого это? Ну, вы знаете, вообще-то, я вам напомню, что мы все выросли, вот вы девушка молодая, поэтому вы, может, это даже не читали в детстве, да? А мы все читали Буратино, да? И поэтому все... Читала. Читали, да? А, значит, вы помните, да? Страна дураков. Конечно. Вот, страна дураков, куда, значит, вот надо там пойти, закопать пять сольда, и у тебя, значит, на следующий день вырастет дерево, на котором будет расти сольда. Вот Советский Союз – это была страна дураков. Это нам было всем известно, это нам было в сказках. Вот нам даже в подсознании... Вот вы видите, даже вы, молодая девушка, даже вы это читали, даже вы это помните. Уж не говоря о, так сказать, старых и мудрых аксакалах вроде меня, но безбородых, правда, но все равно мудрых. То, что сказал Пригожин, это немножко другое все-таки. Здесь я с вами немножко не соглашусь, потому что Пригожин, в отличие от очень большого числа людей, политик, он претендует на политическую роль. Он совершенно не военный. Он давно, я уже шесть месяцев это говорю, и, в общем, потихонечку даже какие-то эксперты начинают соглашаться со мною, что Путин занял место, Пригожин занял место Путину. Потому что дед сидит в бункере, значит, никого реально в политическом пространстве нету. И Пригожин почувствовал, как человек... У Пригожина, Пригожина – это такая собака, у которой нюх абсолютно вот на нападаль, там, я не знаю, или там шакал, у которого нюх нападаль, гиену, у которого нюх нападал. Говорят, что медведь падаль чувствует за 25 километров. Вот Пригожина, примерно там, у него такой же примерно звериный нюх. И он почувствовал, что на самом деле Вова Путин – это падаль. Это человек, которого нету политически. Все, он скончался 24 февраля прошлого года. И, значит, соответственно, место свободное. И Пригожин занял это место свободное, пустующее, исполняющее обязанности президента Российской Федерации. Потом ему дали помощь. Ну, сказали, слушай, ты, это самое, заигрался. Вообще-то, Вовик, он хоть и падаль, конечно, политическая, но вообще-то он живой еще физически. Да, и по этому поводу Вовик ему напомнил. Значит, 11 января он переназначил руководство и показал Пригожину на его место. И военные показали Пригожину на его место, когда перестали ему поставлять все то, чем он пользовался бесплатно, в преференциальном порядке, и говорил, что мы вот такие крутые, а военные вообще абсолютные нули. Но он забыл, что военные ему дают вооружение, военные ему дают артиллерийскую поддержку, авиационную поддержку и так далее. И когда военные ему перестали давать эту авиационную поддержку, он вдруг понял, что он ни с чем остается, что его там будут, его этих самых вагнеровцев, если так будет продолжаться через пару-тройку недель, от них ничего не остается. Потому что они пущены на место такой же, как и все остальные чмобики и мобики. И тогда он начал играть абсолютно политическую игру, потому что он начал обращаться тогда напрямую к народу Российской Федерации. Вы знаете, это очень смешная вещь, но на самом деле вот он понял, что этот народ все-таки существует, и что вот есть какая-то там элита, есть какие-то там институты государственной власти, но он сам по себе отрицает все эти элиты, все эти институты государственной власти. Потому что Пригожин – это российский Трамп. На меня очень сильно обижаются все трамписты и все путинисты. Потому что говорят, нет, ну Трамп такой великий, замечательный. А в чем разница между Трампом и Пригожным? Абсолютно никакой разницы нет. Один миллиардер, другой миллиардер. Пригожин – self-made миллиардер. Трамп унаследовал капитал своего папашки и попытался сделать из них более-менее какие-то деньги. Трамп не вписывается ни в какие институты государственной власти. Пригожин не вписывается ни в какие институты государственной власти. Само существование группы «Вагнер» отрицает институт государственной власти такой, как Министерство обороны, армия, юстиция, правоохранительные органы и так далее и тому подобное. Он издевается над Медведевым, он издевается над Бегловым, он посылает либерантно-демократическую партию, говоря, что мне не надо ваше предложение о создании партии, я сам себе партия и так далее. И Пригожин абсолютно Трамп. Но ему дали по носу, и он понял, что он заигрался, и тогда он изменил свою политическую ориентацию. Хотел сказать сексуальную ориентацию, но следующее, что будет, это он танцует нам как генерал, заместитель начальника главком и сухопутных войск. Я от него и жду и такого. От него можно сдать всего, что угодно, потому что он фактически Пригожин сначала занял место Жириновского, который почил в БОЗе в прошлом году, а теперь претендует, строго говоря, претендовал на должность Путина. Но когда он понял, что он заигрался, он тогда сказал, хорошо, всю Россию я пока не хочу, потому что иначе меня убьют, но я хочу Украину. И в этом смысле он уже дважды претендовал на роль претендента, извините за тавтологию, президента Украины. Потому что сначала предлагал Зеленскому дуэль на самолетах, на экстремпетелях, а потом он обращался к Зеленскому очень уважительно, кстати, Владимир Александрович, вы замечательный человек, президент Украины, у вас очень хорошие бойцы, они все молодцы, но мы вас округлились, давайте. И то есть, в принципе, когда он делал такое обращение, ведь он ставил себя, строго говоря, как равного президенту Зеленскому. А это значит, что он занимал место Путину. Теперь, значит, ему дали поносы, он сказал, хорошо, окей, значит, я тогда не претендую на место российского президента, но теперь я претендую на место украинского президента. Потому что мы и так уже, так сказать, нам принадлежит 18% украинской территории. По крайней мере, я претендую на место Гауляйтера Новороссии. То есть 5 регионов, которые мы там частично или полностью захватили. Крым полностью, 98 или 97% Луганщины, там 55% Донеччины, там 40% Запорожья и 40% Херсонщины. Значит, вот я теперь Гауляйтер Новороссии. И как таковой, значит, во-первых, я предлагаю быть начальником этого захвата на территории и вообще претендую на роль президента Украины. И в этом смысле, кстати, политически это вполне нахальная вещь и вполне политически оправданная вещь. Другое дело, вы знаете, эту вещь, которую я еще никому не говорил, вот первая будет Анастасия, у нас будет приоритет. Я думаю, что у нас с вами по этому поводу будет 5 миллионов просмотров на вашем канале. Потому что Пригожин 18 лет угодил в тюремню. А теперь вспомните российскую тюремную психологию. Кто такие вор в законе? Вор в законе считается человек, который сделал несколько ходов, то есть отсидел несколько раз. Кто попадает в тюрьму из преступника? Самый глупый преступник. Умный преступник в тюрьму не попадет. Потому что либо он сделал преступление, которое невозможно будет раскрыть, либо он такой умный, что он всех, кому нужно, в правоохранительных органов, в суда, в прокуратуре, даст взятку, и его не отсюда. Значит, тюрьма – это, в принципе, естественный отбор идиотов. То есть в тюрьмах сидят идиоты. И они считают, что самым крутым человеком в этой структуре является самый большой идиот, который много раз, больше трех-четырех раз, попал в тюрьму. И, значит, Пригожин, на самом деле, идиот. Вот мы с вами начинали со страны дураков. И, значит, в стране дураков кто является президентом? Самый большой идиот. И Пригожин, в принципе, полностью подходит под эту категорию. Это не значит, что у него нет положительных качеств каких-то других. То есть этот человек очень медийный. Он все-таки стал миллиардером. Это вот по старому анекдоту про мартышку, который там сидит на берегу Нила и моет банановые корки. Проплывает крокодил, говорит, мартыш, что ты делаешь? Она ему говорит, плати доллар, расскажи. Ну, крокодил, подумал, подумал, доллар, они такие большие деньги, ладно, заплачу. Она говорит, мою банановые корки. Он говорит, ну ты что, дура, что ли? Она ему отвечает, дура, дура, а свои 100 баксов в день не меряй. И вот Пригожин это вот это самое. Он дурак, дурак, но свои 15 миллиардов он сделал. Он свою империю создал. Он свою армию создал. Потому что в стране дураков даже дурак может стать приличным человеком. Путин тоже дурак. Путин не стал разведчиком. Путин поступил в 84-м году. Мы в один год поступили в Краснодарный институт. Он мог стать внешним разведчиком. Вместо этого он подрался, гуляя с Ролдугином под ручку где-то там в Санкт-Петербурге. Их назвали там, я не знаю, кто-то их там оскорбил на улице. И Путин вместо того, чтобы съесть это дело, потому что он шпион, умыться и уехать в Москву обратно и становиться шпионом, он полез в драку для того, чтобы доказать, что он вот такой крутой, вообще там самбист, гадоист и так далее. В результате залетели все в эту самую в участок составление протокола. Бумага пришла в Москву и в Москве ему сказали «Пула, ты дурак». Потому что шпион, вот представь себе, ты в Бонне, шпион или там в Сурисе, ты идешь на операцию с российским агентом, ты суперразведчик. Идя на операцию, ты видишь, как насилуют женщин. На твоих глазах. Ты убиваешь ребенка. Неважно, что угодно. Преступление. Как гражданин, как человек, ты должен вмешаться. Как шпион, ты не имеешь права вмешаться, потому что ты идешь на операцию. Для тебя самое главное безопасность твоей операции. Ты должен отвернуться, пройти мимо, пусть там убивают 10 женщин, пусть там насилуют 25 мальчиков, девочек, кого угодно. Тебя это не касается. Для тебя самая главная операция. Если ты в лес, это делал. То есть мы тебя не потому наказываем, что ты попался, вернее, не потому наказываем, что ты совершил что-то противозаконное, а потому что ты попал в нас. Потому что ты попался в участок. И все. Вот привод в участок для разведчика это невозможно. Ты должен был делать что угодно, чтобы не очутиться в этом участке. Сбежать, убежать, куда угодно. Путин этого не понимал. И Пригожин этого не понимал. И вот в этом смысле они, кстати, работают на одном поле. Кстати, Пригожин в этом поле гораздо более органично, потому что он настоящий уркан. Путин-то косил под урку, типа мочить в сортире. Кого он замочил в сортире? Когда? Скрипаля пытались замочить в сортире, да и то чужими руками, да и то не замочили. Да и то все увидели, как они его мочили, да и потом над ними издевались, потому что Беллингкет нашла все их координаты с адресами, с фамилиями, с родственниками, с номерами паспортов, с автомашинами, с номерами воинских частей, с фотографиями и так далее. То есть они вообще... Россия страна дураков. Это известно давным-давно. Алексей Николаевич Толксой это написал в Буратини. И мы все воспитывались на Буратини. И вся эта страна строится на Буратини. Это страна Буратини. А Путин и Пригожин это Лиса Алиса и Кот Базиль. Вы вспомнили Сергея Лардугина. Это друг президента Путина, вилончелист. Была буквально недавняя информация. Или близкий друг президента Путин. Вот, вот об этом я бы говорила. Потому что была информация, потому что он, именно он перевел в обход всех проверок миллионы франков на счета в швейцарских банках. Об этом вот только узнали спустя год полномасштабной войны. Что там такая за дружба у них? И чем она закончилась? Или не закончилась? Ну, во-первых, я бы сказал так, что они могут дружить сколько угодно. Меня это совершенно не трогает. Путин это описал в своей книжке «Разговоры с Путиным от первого лица». Это, вообще, я всегда говорю, самая замечательная книжка. Путин в ней уже рассказал, что он гомосексуалист, что он не любит женщин, что у него его любовники – это Ралдугин и Медведи. Он все это сказал открытием текста в этой книжке. Мы с вами можем это… Ну, то есть, это там настолько прозрачно написано, что остается процитировать вам эти вещи. Вы сами все это поймете, наши зрители все это поймут. И по этому поводу, естественно, он в этой книжке рассказал. Вот я познакомился, когда я был работал, я пришел на службу в Ленинградской ОКГБ в 75-м году. У меня был приятель по этой службе, а у него был брат Сережа Ралдугин. И мы, он даже не говорит, мы влюбились в друг друга. Он сказал, мы стали очень большим любителем. Он ночевал у меня, я ночевал у него. Продолжать? Ну да, вот это без подробностей. Ну, вот. Все подробности Вова Путина это все дело рассказали. Поэтому мы понимаем, что Сережа Ралдугин – это один из самых близких к интимности людей Путина. И, соответственно, у Путина есть на него компромат, у Ралдугина есть на Путина компромат. И, соответственно, они друг другу доверяют уже больше 50 лет. И, соответственно, Ралдугин является одним из кошельков Путина. И через него проходят миллиарды. Потому что Путин знает, что он его не предат. Потому что они вместе провели много лет по себе. То есть, получается, если был Ралдугин и Медведев, больше никого, Путин был верен этим двум людям всю жизнь, получается, или как? Нет, нет. Там дальше у него может быть длинный список. Но это, скажем так, самые длительные связи. Потому что вот Медведева, он... Путин вернулся из Дрездена в 90-м году. И он, в общем, был в конце своей карьеры. Он понимал, что карьера для него закончена, никогда различным он не станет. И, в принципе, начальник ему никогда не станет. Потому что я это уже рассказывал немножко. Ну, поясню для тех, кто не слушал, для тех, кто хочет, кого это интересует. В КГБ была система такая. До подполковника, до звания подполковника, звание присваивалось приказам председателя КГБ. То есть, этот рост был автоматический. Для этого не надо было... Надо было просто не совершить ничего предусудительного. То есть, если вы ничего не делали в течение 20 лет, к концу ваших службок, вы автоматически становились подполковниками. А вот полковникам стать сложнее. Потому что полковник – это уже должность начальствующего состава, руководящего состава. Для этого было... Для того, чтобы стать полковником, надо было пройти, во-первых, курсы повышения квалификации начальствующего состава. То есть, массовый на год примерно. И плюс звание полковника присваивалось не приказам председателя КГБ, а указом Президиума Верховного Совета СССР. И для того, чтобы получить удержание, нужно было проходить через коллегию КГБ, потом нужно было там... ...отдела правоохранительных органов по параду ЦК КПСС. И это было очень... Путин для этой процедуры не был готов, чтобы никто не собирался делать начальника. И, соответственно, он сказал себе, ну все, раз это на этом закончено, значит, мне тогда неинтересно даже работать в центральном аппарате, просиживать по пути, дай-ка я выйду тогда в действующий резерв. А действующий резерв – это под крышу, но в советском учреждении, в Ленинграде. И он сел под крышу в Санкт-Петербургский университет. Почему? Потому что если вы в университете под крышником являетесь, то вы, по крайней мере, можете получить десятки для того, чтобы нужных людей проводить через конкурсы университета. На этом вы могли зарабатывать тысячи в советское время. Когда зарплата у вас была там 300 рублей, ну подполковник там 350, почти 400 рублей была была зарплата. Вы могли получить несколько десятков тысяч, то есть получить ВОУ, грубо говоря, только там в июле-августе на вступительных экзаменах в Ленинградский университет. Вы могли просто там подсунуть тому нужное, нужного человечка, его примут в университет, так же, как Путина в 70-м году, его приняли в Ленинградский университет, потому что он был борец, потому что он шел через КГБ и так далее. И вот он сказал, давай я буду, значит, башни забавлять. Но, как подкрышник, он должен был вербовать агентов КГБ среди студентов и преподавателем Ленинградского университета. И тогда он встретился первый раз с доцентом, молодым преподавателем, который только что закончил аспирантуру, зачитал кандидатскую диссертацию, звали его Дмитрий, там чего-то там недвижим. Александр, я не помню, как его помочь, но Дмитрий Медведев. Вот он его был там на 20 лет моложе, но он ему понравился, они друг другу понравились. Путин его завербовал как агента. А когда встречаешься с агентом, то встречаешься секретно, либо на конспиративной квартире, либо в таком секретном месте. И уж чем они там занимались, мы не знаем. Вот почему-то именно этому человеку Путин решил доверить греть свое кресло, когда он не мог физически на нем оставаться с 2008 по 2015 год. Вот такие интересные вещи всплывают. Раз уже загорели мы об агентах, была информация буквально свежая, что в Молдове раскрыли агентную сеть, которую контролирует Россия, пишет издание немецкой Шпигеля. Цель – ослабить прозападное правительство. Ранее также мы не раз видели такие новости. ГУР писала, что российская шпионская сеть в ЕС пыталась сорвать поставки оружия в Украину. В общем, российская агентура сегодня. Насколько она мощная? Не исчерпала ли она себя? И есть ли какие-то, может, основные принципы, по которым сейчас они строят планы, работают? Какая сейчас она? Она, во-первых, безусловно, существует. Это вещи. А, кстати, она существовала и у вас в Украине, и до сих пор существует. Потому что когда в 2014 году Украина, ну, то есть Россия начала войну с Украиной, потому что война-то началась для... Мы напомним для тех, кто забыл, да? Война началась в 2016 году аннексией Крыма и затем нападением Российской Федерации на Донбасс. Никаких сепаратистов в Донбассе реальности нет. Да, потому что Гиркин никто не сепаратистов. Он полковник ФСБ, который приехал на Донбасс, офицер советского, российских спецслужб, и стал там начальником, так сказать, подразделения, а потом даже министром обороны Донецкой, так называемой Донецкой Народной Республики. Вот. И в то время все, практически, 90% сотрудников ваших спецслужб это были бывшие сотрудники КГБ, которые все учились вместе в одних школах. Соответственно, значит, кто-то из них перешел на российскую сторону, кто-то из них просто уехал из Украины и стал работать на россиян, кто-то остался на территории Украины и продолжал работать на россиян. В результате в прошлом году даже Зеленский был вынужден уволить Ивана Баканова, своего личного друга, который был начальником СБУ, но который не справился с политической задачей вскрытия всей этой агентуры внутри своей собственной службы. Его, вот, кстати, на днях опубликали информацию, что хоть от него не возглуждено никакое уголовное дело, то есть, грубо говоря, Зеленский уволил его просто за профнепригодность, потому что это действительно очень крупная работа, он не был к ней готов, он не является профессионалом в спецслужбе, и политически он не смог справиться с этим, с этой раковой опухолью, которая была внутри СБУ. Такая же вещь продолжается во всех рубежных странах. Путин вообще спецслужбитель придает огромное значение работе спецслужб, поэтому при нем все спецслужбы советские выросли ровно в два раза. Напомню, что это Российская Федерация, которая представляет у себя половину Советского Союза. То есть, вот, я уже это рассказывал, все, конечно, сведения, это секретные, там, бюджеты, их численность, все это секретно, но единственное, что они не могут скрыть, это их территория, их здания. И вот через это дело мы можем судить по тому, как развивается российское средство. ФСБ заняла все здания Советского КГБ. Соответственно, в ней работает столько же народа, сколько Советский КГБ. Советский Союз 300 миллионов человек, 15 союзных республик. РСФСР это 145 миллионов человек, то есть половина от Советского Союза, и это одна из 15 союзных республик. И на нее работает такой же КГБ, который ФСБ, это равен равенство КГБ. Плюс от КГБ отпочковалась служба внешнего средства. Раньше она внутри была КГБ. Служба ФСО была внутри КГБ, сейчас это отдельные спецслужбы. ФАПСИ была внутри КГБ, сейчас это отдельные спецслужбы. Если вы посмотрите, возьмете Google Map и посмотрите на Ясенева и сравните это с фотографиями на 23-й давности, тогда вот, когда я там служил, тогда в оперативном в оперативной зоне ПГУ в Ясенево на юге Москвы было три здания. Был Игорь Корпус, была книжка 20-этажная, где я сидел на 20-м этаже, и было здание НИР, где был научный исследователь проблемы разведки, и одновременно там было частично управление КА и управление экономической разведки. Вот, теперь к ним пристроено еще три новых здания. То есть территория оперативная в Ясене удвоилась. Соответственно, мы же понимаем, что это вот, вы знаете, на войне есть, кстати, несколько фирм, очень успешных, которые поставляют макеты вооружения на поле боя. Значит, либо картонные, либо надувные. Значит, вместо Хаймарса, значит, надувная штука, но она стоит 10 тысяч баксов, но когда у вас разбомбляют 10 тысяч баксов надувных, это лучше, чем у вас разбомбляют настоящий Хаймарс, который стоит 10 миллионов. Вот, и, кстати, россияне таким образом уничтожили, вот вы, кстати, в этом смысл очень правильно делали, потому что украинские вооруженные силы, у них было несколько макетов, много, десятков макетов танков, Хаймарсов, там, еще чего-то, и россияне на это дело используют, причем хорошие ракеты, а дорогостоящие ракеты 3 миллиона, 10 миллионов, вы стараетесь 10 миллионов, чтобы разбомбить вещь, которая стоит 10 миллионов, это вообще очень эффективно с экономической точки зрения. А здесь, конечно, мы понимаем, что эти три здания новых ясен, они не надувные, так что это реальные здания, которые строили, смотрели, как здесь строят, поэтому там понятно, что там работают реальные люди, то есть у Путина в два раза больше численность службы внешней разведки, тесто. До этого в 2006 году еще при Сергее Иванове, когда тут был министром обороны, Путин открыл новую штаб-квартиру ГРУ, главного разведки управления, при этом оставив старую штаб-квартиру, таким образом тоже в два раза увеличилось количество грушников. Вот то учебное заведение, в котором я обучался, хотя Путин там не учился, но я там учился на севере, на севере Москвы, Краснодарный институт, основной факультет научно-технический факультет, это под деревней Челобичево на севере Москвы, там где Медведского, Бабушкинская и Медведского, ну, за кольцевой дорогой. Вот, там тоже представили два факультета. то есть мы видим то же, что физические здания, Академия внешней разведки, которые готовят шпионов, физически увеличились в два раза. Значит, они готовят в два раза больше шпионов. Вот, и все это дело, конечно, ведь оно все это едет за границу, и там работает, и, конечно, оно там вербует в два раза больше агентуры, чем в Председательском союзе. Просто физически. Другое дело, мы можем там говорить о качестве этой агентуры, что она нам передает, интересная информация, неинтересная. Скорее всего, нет, потому что это вот агентура пятой службы ФСБ, например, Путину рассказал, что Украина готова там лечь под него в феврале прошлого года, выкатить ему красные дорожки, выкатить ему цветочки, значит, хлеб, соль, и там девочки будут его встречать и целовать его во все части тела, значит, женщины будут бюстгальтеры вверх кидать, или там чепчики, и чепчик в воздухе бросали, да, а в результате вместо чепчиков ему, значит, там по башке дали, и в итоге он, значит, должен был проявить жест доброй воли и отвезти войска из-под Киева, из-под Чернигово, из-под Сум, и из-под Херцона, да, и из-под Харькова. Вот, то есть мы понимаем, что сам факт того, что у него там двое больше шпионов, это не означает, что качество этой шпионской работы реально, реально больше. плюс в прошлом году выперли огромное количество российских шпионов из-за многих стран, примерно 500 человек были признаны персонами Нонбирата, и их попросили убраться из 30 стран мира, и, соответственно, конечно, это начало, придало какие-то отрицательные векторы шпионской работы. Но это не значит, что не осталось агентуры. В Германии осталась агентура, во Франции, в США, в Америке, потому что есть агентура пропутинская, которую даже не надо вербовать, она сама готова за вербовать. Потому что есть люди, которые правые и левые, которые просто потому что они не любят американцев, допустим, у нас во Франции, или в Германии, и поэтому они считают, что Путин лучше, чем американцы. Они ничего не понимают, они идиоты. Вот вы знаете, мы постоянно крутимся вокруг этой истории, потому что вообще, строго говоря, это ужасная вещь, но 80% людей полный идиот. И только 20% что-то там думают, а остальные бараны и идиоты. Это ужасная вещь. Когда я ее говорю, мне начинают говорить, что ты не хороший человек, все считаешь идиотом. Но, ребята, это реальность такая. Как вы можете поиначе, иначе назвать людей, которые приехали в Чернобыль, 30-ти километровую зону, которая там с 86-го года закрыта для любого нормального человека, потому что там зашкаливает уровень радиации, и начинают там рыть в рыжем лесу полнопропильные окопы. Ну, как вы этих людей можете назвать поиначе, как идиотом? Ну, они просто идиоты. А как вы можете генерала, главкома, заместителя главкома сухопутных поисков, который снимается в видосике, где он танцует в голом виде, как вы ему можете и по-иному назвать, как идиота? А как вы можете назвать Путина, который говорит, я для того, чтобы помешать НАТО расшириться на восток, начинаю войну, в результате которой Швеция и Финляндия попросятся в НАТО в ускоренном порядке. Я получу границу совместную с НАТО в Финляндскую в 1350 километров. Ну, как вы можете Путина назвать иначе, как идиота? Да? И так далее, и тому подобное. В завершение темы агентов. Вот вы сказали, что есть люди, которые сами готовы вступать за Путина и, в общем, говорить нарративом Кремля. Как много агентов российских в США не можно ли считать агентом, например, Дуэнда Трампа, который заявил, что, вот недавно из абсурдных заявлений, что мог бы разрешить Россию оккупировать часть Украины, чтобы избежать войны. И если вспомнить, например, слова обозревателя Financial Times Эдвард Льюсон, он писал, что Трамп ведет себя так, как будто чем-то обязан Путина. Могут ли такие влиятельные люди, большие бывшие президенты, министры, быть агентом? Конечно, не только могут, а и являются. Шрёдер, которого Путин ввел в правление нескольких фирм, он являлся агентом влияния. Франсуа Фион, у нас бывший премьер-министр агент влияния. Карина Калина Найсен, в которой я учился в национальной школе администрации при премьер-министре Франции, бывший министр иностранных дел, тоже введена в правление нескольких нефтяных и газовых фирм, тоже агент влияния. Вообще, все это началось после революции, еще при Коминтерне. При Коминтерне, кстати, таких людей называли полезные идиоты. Вот они сразу понимали, что есть на Западе такие люди, которые просто из каких-то человеческих побуждений не хотят ругаться с диктацией. Это было в 1937-1938 году, когда это называлось умиротворение агрессора Гитлера, когда французы, англичане, американцы ездили и говорили, ну не надо нам с Гитлером ссориться, он хороший человек и ждали, когда он начнет войениться. У французов была самая сильная армия в 1937 годах. Если бы в 1937 году они напали на Германию, они разбили бы ее, и никакой бы Второй мировой войны не было. Но до Ладье французский ездил в Мюнхен вместе с Чемберленом и говорил, и Чемберлен, когда оттуда привернулся, он говорил, я вот привез англичанам мир, потому что он привез этот самый договор подписан с Гитлером в 1938 году. Через три года началась, ну даже не через три, через год, в 1939 году напал на Польшу в сентябре, через год началась полномасштабная война Гитлера, которая переросла в мировую. Это называется полезный идиот. И таких полезных идиотов на самом деле очень много. И их много как слева, так и справа. Их даже вербовать не надо, они сами вербуются. Вот. И, конечно, это реальность, которую все спецслужбы, в частности все российские спецслужбы используют активно. И, к сожалению, это реальность, которая играет в Польшу. Трамп агент скорее да или нет? По сути да. Вы знаете, когда говорят об агенте влияния, вообще агент это очень специалистическая категория внутри КГБ. Это вот не слово. Потому что на Западе агент это просто офицер. Агент ФБР это офицер ФБР. Агент ЦРУ это офицер ЦРУ. В нашей чекистской терминологии агент это человек, который сознательно, работает секретно на органах госпезопасности Российской Федерации или Советского Союза. Сознательно, который соблюдает соответственно все правила конспирации и так далее. и он может за это получать деньги, а может даже не получать. Вот агент влияния отличается от агента. Потому что агент влияния это человек, с которым могут не подписывать бумагу. Потому что с агентом обязательно подписывается контракт. Он подписывает бумагу, я какой-то обязуюсь секретно работать на органы госпезопасности, соблюдать тайны и так далее. И давать всю возможную информацию, которая у меня есть. Агент влияния этот человек, как правило, большой политик, типа Трампа, это может быть президент, премьер-министр, министр, руководитель партии, депутат парламента, крупный политический деятель, может быть влиятельный журналист, может быть влиятельный религиозный деятель. Пастер Шлаг, помните 17-е на Минейне и Смир. Вот мы смотрим с вами это дело и говорим, мы понимаем, что Штирлиц шпион советский на Стане наработает, а Пастер Шлаг, значит, вот такой замечательный человек, у них отличные отношения, но вы понимаете, чем это закончилось дальше, значит, Штирлиц посылает Пастера Шлага срывать переговоры с ДЕК, но если с точки зрения формальной, Штирлиц завербовал как подполковник СД, полковник спецслужбы нацистского Рей, подполковник СС, завербовал Пастера Шлага, писал с ним бумажку и Пастер Шлаг с ним эту бумажку подписал и он поехал и когда он приехал в Берн он говорил вот люди из СД, которые помогали мне сюда к нам приехать, они мне говорили, что там и так далее, но формально он стал агентом Штирлица как стандартный фюрер СС, а агент влияния человека и подписывает бумажку который просто которым есть некий психологический или моральный договор он соглашается он понимает что он работает на иностранное государство но соглашается работать на этой иностранной государстве вот Трамп относится скорее к потому что он явно ничего не подписывал но он боится может быть какого-то компромата он может быть просто идеологически близко к Путину он просто любит Путину вот Макрон любит Путину он с ним ничего не подписывал и поэтому он с ним сто часов призванулся говорил что Путин я хочу убедить и так далее и тому подобное а приличные люди в Афранции говорили Макрон ты вообще председатель потому что нет смысла разговаривать с этим человеком это понять потом Путин и потом так сказать изменив немножко свое свое отношение но время от времени все-таки возвращается на круги своя потому что он и нашим и вашим вот и поэтому Трамп это вот такая типичная типичная пример агента влияния что ж мы надеемся что людей которые будут любить Путина будет все меньше потому что мы понимаем что уверенно идем к победе а с агентами тоже надеюсь что точно в Украине будут справляться об этом Данила в конце февраля СНБО также заявлял что работает над этим активно украинские власти вам буду говорить спасибо за важный разговор сегодня и за то что нашли время спасибо вам спасибо Сергей субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok